В этот день в Брестский обл. сполком пригласили юных художников, которые не только видят нашу белорусскую землю особенной, величественной и прекрасной, но и сумели это лучше всех передать в своем творчестве на конкурсе детского рисунка «Мой край родной». Каждого из победителей поздравил заместитель председателя Брестского обл. сполкома Вадим Кравчук. В конкурсе приняло участие 230 проектов. Возрастная категория ребят – это от 7 до 16 лет. Каждый из ребят, насколько видел свою малую родину, изобразил ее на рисунке. Кто-то хлебную ниву, кто-то природу, кто-то белорусских животных, которые непосредственно живут в нашей стране. Кто-то показал усадьбы, кто-то показал деревню, кто-то старинные дома, кто-то показал музеи, дома музеев, кто-то показал наши исторические храмы. Но каждый из ребят, как видел свою малую родину, так он изобразил на своем рисунке. Почему именно эти работы стали лучшими? Наверное, потому, что через них можно увидеть красоту родной земли, ее удивительные пейзажи, речную гладь, зелень и разнотравье полей, исторические места и святыни искренними и чистыми глазами детей. И каждую из них можно назвать трогательным признанием в любви белорусскому краю. Я нарисовала свои любимые цветы, одуванчики и подсолнухи, рисовала символы Белоруссии, аиста. Еще мы с мамой очень любим путешествовать, поэтому я нарисовала домик в деревне и еще веселую корову. Я была в Брестской крепости и мне захотелось ее нарисовать. В Брестской крепости погибло очень много героев, мне хотелось рассказать об этом. Мне очень приятно, что меня сюда пригласили. Я нарисовала Косовский замок. Мне хотелось передать красоту и величество этого архитектурного сооружения и показать через него чистоту и красоту белорусского края и его истории. В финал по решению жюри было выбрано 28 лучших рисунков, а 12 из них должны были стать победителями конкурса и войти в качестве иллюстрации в календарь первого региона на 2023 год. Однако все они были настолько красивы и самобытны, что губернатор области Юрий Шулейко принял решение о присуждении победы всем 28 финалистам. Кроме того, вместо одного календаря выпустили два – настольный и настенный, где достойное место нашла каждая из детских работ. Юные художники получили заслуженные сладости и подарки, а после торжественного награждения для них была организована культурная программа. Юрий Шулейко Юрий Шулейко